Добрый день! Сегодня у нас такая вот новиночка от компании Мою Это цилиндрический Рэдди Куб или Баррел Рэдди Куб Прозрачная коробочка, классическая для бюджетных моделей различных головоломок Провем, посмотрим Инструкции нет, беда Зато на коробочке видно, что помимо обычного колора, выпускается еще в прозрачном пластике Возьмем обычный Рэдди Куб, чтобы как-то немножко сравнить По размерам он значительно меньше Если высота такая же, то цилиндр сделала значительно более миниатюрным Недавно ко мне приехала еще вот такая головоломка Которая является цилиндрической версией Дина Кубика компании МФ-8 Я его сначала не сразу собрал Пока до меня не дошло, что его нужно собирать именно как Рэдди То есть Дина Кубик, хоть и угловращательный, но самого угла не имеет Вот в этом цилиндрическом Дина Кубе уголок появился И когда я увидел анонсированный Рэдди Куб цилиндрической формы Он мне этот Дина Куб очень напомнил В принципе очень похож Если этот собирался как Рэдди, а это и есть Рэдди в цилиндрической форме То видимо будет что-то похожее Сравним Сбоку мы видим такой же глазик Глазик это ребро Вот это вот уголок Нет Вот это вот уголок Именно вот этот Это вот тоже ребра То есть у Дина Куба вот это вот ребра Это уголок, который с верхней и нижней грани не виден Рэдди Куб Баррел нам предлагает увидеть этот уголок сверху То есть вот это ребра Это углы Вот это опять ребра второго слоя И аналогично верхнему нижней слое Хотя где здесь вверх, где здесь не особо понятно Цвета Здесь желтый, зеленый, красный, синий Всего 4 цвета У Дина Кубика было 6 цветов Решение конечно интересное Стандартный Радиокуб тоже имеет 6 цветов Для разнообразия почему бы и нет Давайте его наверное сразу перемешаем Проверим как он будет крутиться Ну кстати Крутится тихо Легко Особо не заедает Чуть-чуть И меняет форму от вращения Стандартный Радиокуб форму от вращения не меняет Дина Куб В цилиндрической форме Форму менял Так вот такое чудо-юдо у нас получается И вот в таком замешанном состоянии Здесь главное определиться Натяжение вверх, где низ При желании Можно вот эти углы развернуть Форму цилиндра Как вот с такой стороны Цилиндрическая форма получается Мне кажется И вот здесь Так если повернуть Тоже мы получаем цилиндрическую форму Можно попытаться его собрать В таком положении То есть вот он Уже напоминает цилиндр Как бы хочется собрать остальное Но мы видим что эти ребра уже стоят как-то не так И вообще изначальная расцветка предполагала Что сверху и снизу должны быть углы четырех разных цветов А здесь получается два синих и два красных Что неверно То есть переориентируем углы Красно-зеленый Опять зеленый Не та сторона Значит вот сюда Синий-красный Зелено-желтый Синий-красный Зеленый и желтый Так Я не помню в какую сторону Там были вот эти вот Полоски цветные Поэтому сейчас Наверное разверну верхние уголки Чтобы сориентироваться Так Вот уже на цилиндр похоже Вот это ребро здесь правильно стоит Давайте с него и начнем Это синие Видимо нужно взять отсюда Собирать будем как простой RediCube Да, вот синее подходит Сюда нужно красное Так Лучше забил положение Это не оно Вот Легко здесь запутаться Поскольку Ребра Какие-то подходят Какие-то нет А выглядят они Одинаково Ну Нижний силой Собран Так Одно ребрышко Встало на место Само Хотя мы его сейчас Наверное Сломаем Да Я все-таки Разверну валки Для большего понимания Ситуации Загоним красное ребро Синее Здесь Как-нибудь Вот так Так Синее Красное Есть Зелененькое И вот Желтое Поставлю Желтое Так Началось Отлетел уголок Ну Зато Мы видим Механизм Регулировки Если Снять угол Он снимается Как видим Достаточно просто Можно его ослабить Либо наоборот Затянуть Так Он видимо Должен Как-то Под это Ребрышко Влезть Ну Одевается Обратно Тоже Не особо Сложно Главное Доворачивать Так Что я делал То Ставил Желтое Ну И доставим Зеленое Ну Как бы Эта головоломка Нескоростная Это необычный Редикуб Который Собирает На соревнованиях С Большими Скоростями Так Что у нас Осталось Осталось Переставить Ребра На верхнем Слое Ну Видимо Придется Делать Два Пиф-пафа Как в обычном Редикуб Один И Второй Головоломка Собрана Что можно сказать Достаточно Неплохое Вращение Для Такой Не особо Простой Формы Конечно Не блещет Новизной Поскольку Динокуб Почти То же Самое Кстати Вот это Редик Крутится Получше Ну Здесь Выглядит Немножко Поинтереснее Хотя Отсутствие Двух Цветов Не знаю Плюс Это Или Минус Но Имеет Свою Особенность В принципе Недорогая Коллекционная Головоломка Сложности Особо Никакой Но Пособирать Иногда Можно Неплохо А на этом Все Всем Спасибо Всем Пока